В Америке прямо сейчас кто-то насильно похищает девочек и продает в сексуальное рабство. Картели сексуальной торговли осуществляются из города в город. Девушку, использовав в одном городе, могут затем перевести в другой город. Когда тебя продает твоя семья людям, которые заставляют тебя заниматься проституцией, то в голове у тебя рождается только одна единственная мысль – ты ничто. И так она просто верила, что она не имеет ценности. До одного дня, пока к ней не подошла молодая христианка, которая подошла к ней, заглянула в глаза и улыбнулась. Добро пожаловать! Вы смотрите передачу «Чистое чувство». С вами Джонатан Доггерс. Наш гость – Патриция Кинг. Вы могли видеть ее в роли ведущей программы Extreme Prophetic TV. Однако она также является директором организации XP Mission, которая занимается тем, что по всему миру спасает девушек, проданных в сексуальное рабство. Как они находят жертв, работорговли, и что делается для спасения этих девушек, занимающихся проституцией, вы увидите сегодня в нашей программе. Патриция поделится с нами удивительными историями спасения и восстановления. Бог жив. Есть одна область, где нужда выражена очень четко и ясно. А вы можете задуматься, как Божья любовь ведет вас к тому, чтобы помочь этим девушкам. Итак, давайте приготовимся к просмотру и послушаем рассказ Патриции. Я помню очень хорошо одну историю, которая произошла в моей жизни. Как-то я встретила одну девушку в Ванкувере. Это в Британской Колумбии, в Канаде. Она жила на улице с тех пор, как ей исполнилось 12 лет. Она рассказала, что в детстве с ней произошли ужасные вещи, и в 12 лет ей пришлось выйти на улицы города и заняться проституцией. Затем она стала принимать наркотики, пытаясь забыть весь этот кошмар, который с ней произошел, когда она была маленькой. До своего 13-летия она уже многое испытала и попробовала из уличной жизни. Она занималась проституцией до 25 лет. Я же встретила ее через пару лет, когда ей было, наверное, уже лет 28. Она сказала мне, что все эти годы, пока она жила на улице, она ни от кого не слышала, что имеет цену, что она кому-то дорога. Когда человек живет в этой индустрии секса и торгует сексом, то он превращается в ничто. Так будет думать о себе каждый, кто ведет подобный образ жизни. И это именно то, что о тебе будут думать другие люди. Ты — ничто. У тебя нет цены или значимости. Она говорила, что много раз встречала христиан на улицах, где ей приходилось себя продавать. Однако никто из них не сказал, в чьих-то глазах она ценна, что ее любят. Вместо этого ей говорили, «Если ты не перестанешь заниматься своим делом, то пойдешь в ад». И это только усиливало в ней понимание, что она ничто и не имеет цены. Она не хотела принимать наркотики, она не хотела заниматься проституцией, однако все это она знала и умела с 12 лет. И так она просто верила, что она не имеет ценности. До одного дня, пока к ней не подошла молодая христианка, она подошла к ней, заглянула в глаза и улыбнулась. Та проститутка рассказывала мне, что она никогда раньше даже подумать не могла о том, что ей рассказывала молодая девушка-христианка. Впервые в жизни она сказала, «Я испытала надежду. Я никогда, никогда не забуду ту улыбку, потому что она говорила, что тебя любят, что ты имеешь ценность». Она сказала, что чувствовала неловкость от услышанного, потому что никогда в жизни ей никто не говорил этих слов. И она не знала, что делать. «Я никогда не забуду улыбку». Затем она рассказала мне, что на другой день к ней подошла другая девушка из той же самой команды миссионеров. Она была в слезах. И она начала умолять ее оставить улицу. Она убеждала, что у этой падшей девушки может начаться новая жизнь полной радости. Она говорила, что она имела очень много ценностей, что ей нужно оставить улицу и всех мужчин, которые неправильно ее используют. Однако проститутка сказала ей в ответ, что не может оставить свое занятие, потому что у нее трое детей, которых надо кормить. Конечно же, она солгала. Она не была на улице, потому что ей приходилось кормить детей. Проститутка призналась мне, что была очень скверной матерью. Она запирала своих детей дома, оставляла им коробку сухого завтрака или хлопьев, а самый младший ребенок лежал в кроватке и плакал весь день. Дети были предоставлены сами себе. Я приказывала им не уходить до тех пор, пока я не вернулась. Иногда я возвращалась через несколько часов, много часов. Так она поступала, потому что ей нужны были деньги, чтобы покупать наркотики. Это была самая скверная падшая жизнь. И она была очень молода. Я не могу оставить свое занятие, потому что мне приходится кормить детей. Верующая девушка все равно умоляла ее, сильно плача. Она говорила, что Бог очень сильно любит ее. Если ты только оставишь улицу, я буду присматривать за твоими детьми. Я буду находить финансы и платить за квартиру. Я буду помогать тебе во всем, что тебе нужно, пока ты не получишь помощь. В тот самый день эта девушка-проститутка оставила улицу, на которой работала годами. Она была проституткой 12 лет. Но любовь свершила великое дело. И из-за этой любви она ушла с улицы. Она пошла в церковь с той девушкой. Это была маленькая церковь, там было всего 100 человек. Люди в церкви откликнулись на нужду и собрали денег. Они присматривали за ее детьми. Они помогли ей пройти медицинское лечение. Они просто любили. Очень много любви увидела эта девушка-проститутка в церкви. Через несколько дней она покаялась и отдала свое сердце Богу. Затем церковь нашла для нее программу по реабилитации, которую та проходила год, иногда навещая своих детей. Эта девушка, которая однажды была проституткой и жила в массе грязи, теперь стала одной из достойнейших на этой земле. Когда я ее встретила, прошло уже три года, как она оставила свое занятие проституцией. Она объяснила мне, как трудно жить на улице. Очень часто, когда она валялась в парке, из-за передозировки с наркотиками люди просто перешагивали через нее. Никого не волновала ее жизнь. Она никому не была нужна. Она вернулась на улицы города, когда я ее встретила. Она вернулась на улицы Ванкувера, но уже не как проститутка, не как наркоманка, но как служитель Божьей любви. Она ходила по паркам и улицам и благовествовала о Боге, таким же девушкам, которых просила оставить улицу. Эта история очень сильно задела меня. Я сказала, Бог, как же важно знать о Твоей любви. Спасти одну жизнь, если бы могли спасти хоть одну жизнь. А это так важно. Так мы начали посвящать свою жизнь и наше время для того, чтобы создать команду, которая пойдет на улицы и будет рассказывать о Боге. А потом я услышала о жестокости торговли сексом, особенно о секс-туризме. Это происходило в Паттайе и Таиланде. Наша команда отправилась в предварительную разведку. Мы просто хотели, чтобы в нас отражалось сердце Бога. Мы шли по улицам и встречали одну девушку за другой, бар за баром, бордель за борделем. Мы услышали много историй от разных девушек, как они воспитывались в маленьких деревнях и наслаждались детством. Однако они не знали, что их семьи очень бедны. Когда ты ребенок, ты просто наслаждаешься каждым днем. Потому что ты беззаботен. Затем они узнавали, что их семье было сделанным очень хорошее предложение из города. Им говорили, что если родители отдадут им одну из девочек, то те получат работу в одном из больших городов. Им обещали, что их жизнь изменится, и, может быть, какой-нибудь американец или европеец женится на них, и они будут присматривать за вашей семьей. Многие родители не знали, что отдавали своих детей для проституции. Я помню один случай, когда я сидела в каком-то баре с молоденькой девушкой. Ей было около 15 лет. По закону, только с 18 лет разрешалось работать в барах. Я же знала, что ей нет еще 18. Она была все еще ребенком. В слезах она рассказала свою историю переводчику, который работал с нашей командой. Она помнит, как ее продали для работы в бар. Родители не догадывались, на что они отдавали ее. Она была девственницей, когда ее изнасиловали. Она была очень напугана огромным мужчиной, который тогда переспал с ней. Затем ей дали наркотиков, чтобы забыться. Она сидела и рассказывала все ужасы, которые происходят в этой жизни с такими девочками. Мое сердце тогда было разбито. Мы сказали, что хотим помочь ей. Мы хотим помочь таким же другим девушкам, как она. Бог дал нам план, как мы можем использовать все, что у нас есть, чтобы показать всем девушкам любовь. Мы приходили в бары, которые нам встречались, и устраивали банкеты для каждой девушки, каждой в отдельности. Мы оплачивали одну девушку, забирали ее на ночь. Потом мы устраивали банкет для этой девушки в каком-нибудь шикарном отеле. Там накрывали самую лучшую еду, которую мы только могли найти. На все это мы заранее собирали деньги. Также мы покупали каждый из них букет роз. Мы дарили ей подарки. Мы каждой рассказывали о Боге. Многие из них не знали, что Бог любит их, что они очень ценны в его глазах. Вот уже более 30 лет. Дэвид Кайл Фостер проповедует по всему миру о том, как благодать и любовь Бога освобождает людей от всякого сексуального рабства и травм. Уже более 15 лет его книга «Сексуальное исцеление», библейский план «Как найти свободу от сексуального греха и травм» является основополагающим помощником в этой сфере, раскрывая главные проблемы, такие как насилие, порнография, гомосексуальность, мастурбация и другие. Получите книгу «Сексуальное исцеление» на нашем сайте. Хотите получать все новинки от программы «Чистые чувства»? Мы приглашаем вас присоединиться к нам на Фейсбуке и в Твиттере. Читайте последние новости, слова вдохновения или смотрите видео о работорговле, полигамии и многое другое о сексуальных проблемах. Мы также выставляем фотографии с наших передач. Наберите Pure Passion TV в Фейсбуке или в Твиттере. Мы работаем для вас. Мы в Америке работаем с местными миссиями, которые помогают девочкам и мальчикам выйти из сексуального рабства. Есть очень много молодых людей, которых также продают для мужской проституции. Это индустрия по всему миру. Многие из них были похищены или обманом вывезены для проституции. В Америке прямо сейчас кто-то насильно похищает девочек и продает сексуальное рабство. Их похищают прямо со школьного двора. Их похищают. Иногда им угут, что они будут моделями или что их заприметил какой-нибудь продюсер. Им назначают собеседование с этим продюсером, а затем их отправляют заниматься проституцией. Иногда молодому парню платят хорошие деньги, чтобы он подружился с какой-нибудь девочкой. Стал ее парнем, а потом привел ее в проституцию. Это очень дерзко спланированное преступление. Картели сексуальной торговли осуществляются из города в город. Девушку, использовав в одном городе, могут затем перевести в другой город. Существует целая сеть таких картелей в Америке. Многие из них зарабатывают в интернете. Я ненавижу это говорить, но это порнография, которая приводит к зависимости. Часть ее происходит на камеру, часть ее мы видим на улице. Как только девушку использовали, ее убивают. Многие дети также втянуты в порнографию. Детская порнография стала огромной индустрией. Детей похищают. Те дети, которых вы видите на сайтах пропажи людей, многие из них украдены для занятий проституцией. За эту область нужно молиться. В Таиланде мы организовали приют для детей, которые подверглись сексуальному насилию. Мы получили не так давно отчет из полицейского участка. В одной из комнат они нашли трех мужчин европейской внешности с двухмесячным ребенком. Эти трое по очереди насиловали малыша. Когда мы слышим такие вещи, кажется, что это невозможно. Однако очень плачевно, что это все правда. И даже сейчас, когда мы говорим обо всем этом, происходят ужасные вещи. В Америке такое тоже происходит каждый день. Получив однажды травму от подобного рода насилия, у человека часто происходит расщепление личности. В него входят демонические существа через насильников, с которыми тот имел секс. Также и через собственные страхи, злость или гнев. Это то, после чего остаются огромные последствия в жизни. И люди, которых мы спасаем от сексуальных травм, очень часто оказываются одержимыми и эмоционально разбитыми. Хорошая новость есть. Она записана в Исаии в 61 главе. Там сказано, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение». Те сломанные части нашей жизни и души можно склеить. Все большее количество человек обучается тому, как помогать этим людям. Нам нужно верить в Божью благодать. В Библии сказано, «И благодать на благодать». Мы должны прямо сейчас призывать, чтобы благодать сошла на этих людей. «И благодать на благодать», чтобы она дала нам средства для чудес, которые можно совершать в этой ситуации. В Таиланде мы обращаемся к медикам-профессионалам. Многие дети были похищены в Камбодже, потом высланы в Таиланд. У них нет паспортов, и мы не знаем, кто они, откуда. Бывает очень трудно вернуть их домой в Камбодже. Мы работаем с организацией объединенных наций и с многими полицейскими отделами. Многие дети нуждаются в хорошем медицинском лечении. Некоторые дети болеют серьезными венерическими заболеваниями. Их надо лечить. Печально говорить, но некоторым из них требуются серьезные операции по восстановлению прямой кишки или других органов. Бог заботится обо всех частях нашего тела. Он также заботится и о нашем духовном состоянии, о нашем эмоциональном спасении, о нашем умственном спасении, о нашем физическом спасении. Он любит наши души и тело. Поэтому мы должны прилагать все усилия, чтобы исцелить нужды этих людей. Мы, конечно, можем работать один день и предпринять только один шаг. Но если наше сердце расположено к тому, чтобы исполнять волю Божью, мы должны делать все, что только находится в наших силах. Бог говорит, что Он ответит на все наши нужды согласно славе Иисуса Христа. Поэтому, если нам нужна медицинская помощь, мы ее находим, потому что Бог дает нам ее. Если нам надо избавление, Он отвечает, Бог — великий Бог, и Он поможет. Поможет всегда. И мы ждем этого и надеемся и верим, что Господь велик, и Он поможет нам всегда. Он — огромный Бог. И мы можем. 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 Вот уже более 30 лет Дэвид Кайл Фостер проповедует по всему миру о том, как благодать и любовь Бога освобождает людей от всякого сексуального рабства и травм. Уже более 15 лет его книга «Сексуальное исцеление. Библейский план. Как найти свободу от сексуального греха и травм» является основополагающим помощником в этой сфере. Раскрывая главные проблемы, такие как насилие, порнография, гомосексуальность и мастурбация. Получите эту книгу на нашем сайте purepassion.us Если вы смогли бы сформулировать главные характеристики и черты Бога, что бы вы отметили? В этой книге Дэвида Кайла Фостера, преображенные в его образ, «Несколько шагов на пути отображения Христа», представлены лучшие мысли таких проповедников, как Лин Пейн, Лэри Крафт и Бенедикт Роше, а также учение Библии, которое отражает самую главную цель жизни. Вы можете приобрести копию книги на нашем сайте. Мы встретили этих парней случайно в одном центре, где они зарабатывали. В один вечер мы с ними встретились и попросили рассказать о себе и своей жизни. И они рассказали. Я рассказала им и Евангелие, о любви Иисуса и о благой вести. Мы привели их в церковь на следующий день. Через неделю эти парни покаялись. Они, конечно же, не изменились за одну ночь. Они по-прежнему одевались, и их поведение было, как у девушек. Однако они узнали Христа Спасителя. Они сделали себе операцию по наращиванию груди. То есть эти парни полностью были похожи на женщин. И они себя воспринимали как женщин. Они пришли к Богу, потому что впервые в жизни ощутили Его любовь к себе. Они рассказали мне, что никогда не испытывали такой любви раньше. Вместе с Иисусом они попытались вернуть себе нормальное тело. Оба из них чувствовали себя в безопасности, потому что познали Его и Божью любовь к ним. Через время они стали прихожанами и стали расти духовно. Наш Бог очень велик. Теперь они знают, что они были созданы мальчиками, что Бог создал их быть мужчинами. Мы видим в этих двух парнях большой прогресс. В мире сексуальной торговли очень много опасностей. Те, кто зарабатывает на жизнь сексом, находятся в большой беде и опасности. Дети, которых продают бродягам, находятся в опасности каждый час. Однако быть в опасности ради спасения этих маленьких детей – это слишком малая цена, которую мы можем заплатить. Мы с вами чувствуем защиту и охрану Божью. Мы укрываемся в Нем. Я видела тех, кого нам удалось спасти от этой жизни, и кто стал служителем в наших центрах. Я видела, как Бог заботился и защищал их, потому что они стали возлюбленными Бога. Они и сами возлюбили тех, кто является жертвой преступлений. Поэтому они отдают свою жизнь этим жертвам. Они хотят положить свои жизни, чтобы спасти людей. Часто они подвергают себя опасности только для того, чтобы спасти других. Опасности в их жизни не поубавилось, но Бог защищает. Он охраняет. Он дает им утешение и приют. Ты тоже можешь испытать эту благодать, когда видишь этих служителей. Они продолжают работать прямо сейчас и подвергать свою жизнь опасности для спасения многих. Сутенеры смотрят на них, но ничего не могут сделать, потому что они покрыты благодатью и защитой. Это как ограда вокруг тебя. 90-й Псалом полностью описывает эту защиту, которая приходит от Бога. Возможно, те, кто сейчас смотрит эту передачу, в своем прошлом тоже пострадали от насилия. Если ты смотришь прямо сейчас и не знаешь, где выход, то Иисус есть эта дверь к свободе. Он реален. Он живой. Я не могу представить, что ты испытываешь сейчас. Я не могу понять всей глубины твоей боли. Однако Бог знает, через что ты проходишь. И Он полностью понимает, что ты чувствуешь. Он протягивает к тебе руку и говорит, подойди ко мне. Положи свою голову на Его грудь. Приди к Нему. Позволь Его рукам обнять тебя. Тебя любят. Ты имеешь цену. Он хочет вывести тебя из зависимости наркотиков, из боли, стыда, вины, и посадить тебя среди своих дочерей. Не бойся рассказывать о том, что с тобой было. Не бойся звать на помощь. Не бойся угроз, которые приходят к тебе. Не бойся. Он с тобой. Он защитит тебя. Он покроет тебя. Он поместит вокруг тебя ограду. Он покроет тебя сенью крыл своих, потому что любит тебя. Твоя жизнь может измениться прямо сейчас. Из тьмы в свет, из ненависти к любви. Бог создал много прекрасного для тебя. Он заботится о тебе. Он хочет достичь тебя. Иисус, я молюсь прямо сейчас, чтобы твоя сила коснулась этой жизни и принесла исцеление и избавление от всего стыда и вины и страха. Позволь твоей любви коснуться прямо сейчас. Он есть любовь. Помоги, Господь, заблудшим. Спаси их. Спаси нас всех. Помоги им увидеть свет. Помоги им почувствовать тебя. Спаси этих овец. Выведи их из тьмы в свет. Из ненависти к любви. Позаботься о них. Дай им услышать твой глаз. Дай им почувствовать тебя. Полюбить тебя так, как любим мы. Иисус, я молюсь прямо сейчас. Чтоб твоя сила коснулась этой жизни и принесла исцеление и избавление от всего стыда и вины и страха. Позволь твоей любви коснуться тебя прямо сейчас. Господь есть любовь. И любовь нам поможет. Молитесь ему. Если ты был жертвой сексуальной индустрии, сделай то, что только что тебе предложила сделать патриция. Возови к Иисусу Христу и попроси Его спасти тебя, исцелить тебя, освободить тебя от темных сил, которые поработили тебя. В Библии сказано, что Сын Божий пришел, чтобы разрушить дьявольские дела тьмы. Сам Иисус сказал, что пришел найти и спасти потерянное. Потерялся ли ты сегодня? Может, ты испытываешь травму? Библия говорит, что Отец Небесный послал Иисуса Христа исцелить раны разбитых сердец, чтобы Он провозгласил свободу заточенным в темнице и пленным, исцелить плачущих и рыдающих, а вместо этого дать им покой и утешение. Им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Вы слышите, в книге Исаии сказано, что вас назовут сильными праведниками. Вы будете насаждением Господа, который явит через вас свою славу. Не будет никого сокрушенного или неисцеленного, кого бы Бог не смог спасти. В Библии в послании к римлянам, 16 главе, сказано, что Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими. А в 107-м псалме говорится, что Бог даст победу и покорит врагов наших. Если ты смотришь эту программу, и Бог говорит тебе и в твое сердце, чтобы ты помог тем, кто находится в сексуальном рабстве, напиши Патрици Кинг на ее сайт. Или напиши нам на наш сайт purepassion.us. Увидимся на следующей неделе. С вами был Джонатан Доггерти. Это программа «Чистое чувство». Помните, стремление ко Христу. Главное в нашей жизни. С вами был Джонатан Доггерти, for Pure Passion. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok